Телефон сбросили. Телефон мы сбросили? Вы нам не дали возможность... Вы можете взять у него телефон в свои руки, показать здесь, рассмотреть, все промежутки... Подождите, все промежутки... А вы знаете, что у нас работа инфраструктура тоже есть? Я могу сказать, что оборотни есть. Есть, есть. Так вот, вы можете взять моё телефон и подойти сюда? Просмотрим, просмотрим. Есть ли конфликт? Ура! Ура! Это Мур звонил. Подождите. А почему, когда он вам звонил, вы лежали в сторону и стояли там, что-то выясняли? Почему вы не вступились за него? Они сказали, что он работник прокуратуры. Секундочку, до того, как подождали. Давайте так, возьмите, но вы справились правильно. Вы не можете так, разобраться, он серьезно. Для того, чтобы не было конфликта. Вот смотрите, внимательно на меня посмотрите. Вот смотрите. Видите, у меня нету зубов. Мне их выбили 6-го числа, 6-го апреля, вот там вот на Римарской, когда приехали сюда русские туристы. И вот те вот бойцы, вот те вот красавцы, помогали, ставили нас на колени. У меня нету зубов, потому что я не стал на колени. Я вас понимаю, но это сотрудник украинской прокуратуры, украинский пацан. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Просто произошло недоразумение. Давайте, давайте выясним. Так мы, я же, показали моего документы, удостоверение. Он, ну, никаким образом, ни к чему, я просто хочу понять, что это недоразумение просто. Вы поймите правильно, ну, это никакой человек. Его опознало несколько людей. Как кого? Того же никуда. Он работает в прокуратуре. Если у него достоверение, каких-то проблем нет. А те, кто в прокуратуре работает, дорогие? Если он звонил вас, то почему вы не прошли, его не отбивали? Вы стояли в стороне. Я прошёл, я прошёл прощения. Я была не после встречания, когда началась драка, я вырвала у человека телефон с рук. Да. Первый вызов был Вадиму Чикатюру. Сотрудник, это наш сотрудник. У нас. Это теперь называется так, да. Потом некий Серёжа. Не, подойте, ну, в каждом... А почему тогда человек врал, что он разговаривает с мамой, а я вижу, разговаривает с мамой. Ну, он... Почему человек меня толкает, хрупкую девочку, да? Я модель вообще, то у меня отбихает. Ну, вот я ему уструдаю. Ну, я не видел. Это прокуратура. А я видела. Я вам объясняю, что это наш тоже сотрудник, он ему звонил. Это наш сотрудник, сотрудник прокуратуры Дежинского района. Это не что он, это можно про он действие. Нет, давайте мне сюда давайте. Ну, давайте сюда. Это не ко мне, я не работаю в прокуратуре. В прокурор области обратитесь, я прийду в прокуратуру. Ну, я говорю, что так есть, поверьте. Я подполковник милиции, начальник отдела. Я не обманываю вас, я говорю, как есть, что есть такая ситуация. Это недоразумение. Я вам объясняю, что случайно так произошло. Просто, что все граждане Украины, все за Украину. Ну, мы сейчас конфликт, происходит между... Вот это правда не за Украину. Я жду пока этим, правда не кинется, если не кинется. Нет, никто не кинется, никого не насел. Это милиция. Потому что здесь произошла ситуация, мы же не понимали, что... А у вас вот этой милиции было недостаточно, для того, чтобы контролировать эту ситуацию? Более того, я вам могу сказать, знаете, вот смотрите, знаете, причинно-следственные связи. Смотрите, мы, граждане Украины, пользуясь своим законным правом, сегодня утром пришли в Горсовет и попробовали войти на сессию Горсовета. Нас не пускали. Сотрудники ваши, вот, стояли с сильным кордоном. Дальше. Нас оттуда, я прошел до турникета, выкинула какая-то непонятная муниципальная охрана, вот, которые, ну, просто бандиты в форме. Право не имеют вообще ко мне прикасаться. Я пришел с паспортом, я гражданин Украины, имею полное право. И таких, как я, было некоторое количество людей. А вы нас игнорировали полностью. Наше право конституционное вы нарушили. Вы человека с прокуратуры бью, а тогда вверх выезжает целый закон. Да, да. Получается, что вы руководствуетесь не законом, извините, что я вас перебиваю, а какие-то двойные стандарты. Закон у нас какой? Конституция. Но у нас бить никого нельзя. Если бы били меня, вот это все Матышев не приехало. Знаете, вот когда меня били первого числа, когда нас выносили с облдержадминистрацией, ваша милиция не вмешивалась. Более того, она расступилась и дала зайти вот этим вот приезжим русским туристам. Когда меня не делили шестого числа на Риморское, то же самое, милиция не вмешалась. Более того, милиция заманила нас в западню, и нас там 27 человек избивали. Парню проломили кирпичом голову. Ни одного уголовного отдела не заведено. Никто не наказан. И вот этот Меркут вставил в оцепление и вставил нас на колени. Потому что им название поменяли, ничего не поменяли. Вот и все. Скажите честно, вот вы защищаете одного человека? Одного защищаете? Первого-то все. Будем любить. Я увидел эту тетушню, камуфляжу. Януковича смертли, и чепку свергнем, товарищи! Не переживайте! Установить личности! Сейчас будет всем устратку на велосипеде! Установили за три часа! Каждому собаку! Убежали! А что разбираться, если вы защищаете Гернеса, а нас никто не защищает? Ну как это так? Позор Украине! Столько милиции на нас! Хоть и в кого! У нас сотрудник прокурора. Мы сейчас не имеем. Людей тут раз-два и обчел! Забили! Я этот инцидент не видел. Я вам говорю про то, что происходило. Ну там я не отзываю. Хорошо. Кто разбирается сейчас там? Там полный горсовет тетушек. Полный горсовет. Почему их не арестовывают? Не устанавливают личности? Их должны задержать до установления личности. Я туда пришел, показал паспорт. Мне подполковник сказал, расступитесь, пропустите. Я прошел. А дальше Юрий Павленков. Я туда прошел. А дальше меня не пустило тетушек. Давайте. Вот сейчас люди собрали. По паспорту. Сотрудник пострадал. Я не знаю. Еще нет. Я видел врачей. Ну как его взводы, он стоял. Не, я просто объясняю, что это действительно сотрудник прокуратуры. Это никакой не хозяй.